В этом сюжете мы проведем интересный эксперимент, выясним, как ведет себя рыба по мере удаления от берега, увидим, каких результатов можно достичь на осенней рыбалке, а также окунемся в подводный мир прозрачной реки Арии. Пока нет видимости, плохие условия для занятий подводной охоты на Днепре, я решил помочь своему товарищу ответить на один извечный вопрос всех рыболовов. Что произойдет с макухой, если мы ее положим на дно в условиях нашей реки Днепр. Сейчас с этой целью пришел на лодочную, сделаем небольшое приспособление из камеры, грузовой системы и куска макухи. Ну и попробуем заснять, что же с ней там произойдет. Много раз выезжал на рыбалку, разную макуху используешь, разной стойкости, но бывает такое, что ты забрасываешь, проходит 10-15-20 минут, видишь, что уже по кончику удилища, что там ничего нет, вытаскиваешь, полная пустота. Догадываешься, что все-таки, скорее всего, что под водой что-то происходит. И какая бы плотная макуха ни была, какой бы плотности, она там твердая, не сильно твердая, но ее разбивает за считанные минуты вот эта вот мелочевка разной сорной рыбы. И хочется как-то не фантазировать, догадываться, свои мысли подключать, а посмотреть наглядно, что там все-таки под водой происходит. Повторюсь, видимость, конечно, очень плохая, но я думаю, все-таки на небольшой глубине получится сделать какие-то кадры, используя камеру и подводный бокс. Сейчас, тем более, нам в помощь хорошая солнечная погода, такая без туч, без пасмурности. Поэтому, я думаю, все у нас получится. Проверил систему возле берега, в траве все работает. Потом отплыли подальше и первый заброс сделали на глубину где-то 9 метров. Как видно, присутствует течение, но за первые 10 минут нашей макухой никто не заинтересовался. В следующий раз уже попробовали ближе, в 20 метрах где-то от берега, и здесь оказалось очень жило. В первые же минуты запах макухи привлек огромное количество бычков и мелкой плотвы. Потом сместились еще дальше, где-то метров на 50-70 от берега. Здесь было чуть глубже, но и видовой состав несколько другой. Сразу подошла плотва. Она была гораздо крупнее, и как ни странно, проходили даже окуни. Пока. Продолжение следует... На некоторых кадрах видно, что плотва кормится прямо возле камеры. В общем, ситуация прояснилась, быстро стало понятно, где находится основная масса мелочи и как она себя ведет. На этом мы решили закончить. Ну что, я считаю, что эксперимент удался. Несмотря на очень плохую видимость, все равно вы сами все видели, сами все поняли. Поэтому в следующий раз, когда вы вытягиваете свои макушатники и видите, что там нет макухи и не было поклевки при этом, то вы должны понимать, что там просто рой какой-то плотвы, какой-то мелочи, которая просто не дает возможности подойти к крупной рыбе. Я, конечно, представлял, предполагал, что там есть мелочь, но чтобы настолько и такое количество, и так живно его разбивало, это просто шок. И теперь задаешь себе мысль, задаешься вопросом, что же делать, какую макуху выбирать. Единственный вариант, который возникает в мыслях, это привязать огромную крупную щупу ручную, чтобы она отгоняла всю эту мелочь. Других вариантов нет. Абсолютно нет. Рома, недолго думая, сделал выводы и внес некоторые изменения. Конечно, может это так просто совпало, но в общем смотрите, что из этого получилось. Ну как сказать, когда день твой, это твой день. Ну посмотрел на видео, посмотрел сколько мелочей в прибрежной зоне, думаю, да не, надо где-то отсюда ехать, чтобы макуха была поцелее, дольше постояла. Выехал, встал на такую, ну более, скажем так, перспективную глубокую точечку, такой приблизительно 6 метров, забросился. 20 минут не прошло, 20 минут. И вот этот вот красавец, вот этот губошлёп дал столько эмоций, столько, я не знаю, но это не передать словами, это просто. А как взял? Клюнул, честно сказать, клюнул вообще, ну как карасик, у таких два тычочка на течении и всё. И вообще никакого, ну сказать, что это крупная рыба, я даже не сказал. Это было всего лишь два тычка и я выматываю, метров 10-15 я промотал. И только потом, только потом после его нажима, и он сразу ушёл на фарватерную часть, и после этого только понял, что это всё-таки хороший экземпляр. И когда начал он возле лодки пируэты давать в якоря соседние снасти цеплять, это было что-то. Ну я его взял, сегодня мой день. Спасибо Саше за подсказку с макухой, что его убивают. Жалко, что такой не попался, вот именно заснять бы его под воду, как он подходит и макуху разрывает. О, да, это было бы, конечно, классно. Ну, тем не менее, тем не менее, вот такие вот рыбки есть в Днепре. Ну, класс. Приятно. Ну, поздравляю. Спасибо огромное. Так что, друзья рыболовы, учитывайте эту информацию и будете ловить красивую рыбу. А сейчас я вам покажу, что можно увидеть в нашей единственной прозрачной реке Орель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И кто еще не видел, посмотрите мой прошлый сюжет об охоте в Запорожье и приготовлении балыка.